В эфире Токмама Аня и Чихуахуа Софи и Эйвон. Кто пойдет со мной гулять? Софи, я сам ей так гулять не пойду, но ты потом мне расскажи мне. В другую сторону, Софи. Да что такое? Я запуталась. Аня, Софи, ты это неправильно залазишь, голову не всегда надо. Мы отправляемся с Софи сдавать в стирку белье, так как здесь у нас нет стиральной машинки, и белье мы сдаем в прачечную. Доброе утро, Софицы! У вас, наверное, уже вечер. С вами Аня и Чихуахуа Софи, и сегодня мы отправляемся в прачечную сдать белье в стирку, а также потом мы обязательно по пути и обратно зайдем в 7-Eleven. В Таиланде очень распространены подобные прачечные, потому что тайцы практически не живут в своих домах, и даже одежду сдают стирать куда-нибудь. Это семейный бизнес чаще всего. Thank you! Вот нам дали вот такую бумажку, по которой мы будем получать свое белье. Еще мы решили по пути зайти в продуктовый большой магазин под названием Мако, который так распространен в Таиланде. Куахини, как вы знаете, нас туда не пустили с Софией Ивановым, но они были не в сумке. Проверим, пройдем ли мы в сумку с Софией. Сыр! И вообще любая молочка в Таиланде достаточно дорогие. Мы сегодня пришли за овощами, но если вы захотите, мы сделаем отдельный курс Софии по макро. Мам, покажи, как макро овощи взвешивать. Спасибо, тетенька! Свежие кокосики! Макро все закупаются в основном большими телегами. Наверное, это что-то вроде нашего Ашана. О, кассир наконец-то подошел. Сейчас будет считать. Мама, потом в 7-11. Наше здание, спасибо! Сейчас мы докатим все это до нашего велосипеда, а 7-11 прямо вот-вот напротив, недалеко. И следующий пункт это 7-11. Я как тебя люблю! Шты! Вот мы и пришли к 7-11, и сейчас мы покажем, что же там внутри. Так, ну давай, мам, пойдем. Давай начнем с самого входа. Ну, на входе мы видим, как всегда, лотки с мороженым. В 7-11 обязательно всегда есть вешалка, в которой можно купить, на которой висят шапки. Ну, и шапки и кепки есть от солнца, конечно, можно их купить. Не просто ж так висят. Также в каждом 7-11 обязательно есть много-много полок с разными дисками, фильмами, мультиками. Всякие разные газеты, книги. Ой, все на тайском. В основном, конечно же, все на тайском. Так, пойдем-ка дальше. Тут, как всегда, прохладно, и это радует при такой-то жаре. Обязательно в каждом 7-11 есть канцелярские принадлежности. Канцелярский раздел, где разные карандашики, ручки и всякие такие штучки. То есть, если вы вдруг оказались в Таиланде и вам что-то понадобилось, вы всегда можете просто прийти в 7-11 и купить здесь все. Это, кстати, очень хорошо. В том числе блокноты, тетради, даже скотч. Обязательно в каждом 11 есть такая медицинская полка, аптечная полка с различными лекарствами, биодобавками. Так, давай вот это еще зрителям покажем. Хотя нет, давай вернемся. Надо про медицинскую полку побольше как-то рассказать. Пошли. В основном это все натуральные средства на травах, а также витаминки и различные добавки. Например, коэнзимы, коллагены, чтобы не стареть. Вообще у азиатов очень распространено все, что с коллагеном и все, что связано с отбеливанием и молодостью кожи. Также в медицинской части есть различные сиропы от кашля, от боли в горле. Вот такие вот нюхалки. Тайцы очень любят их нюхать, прочищающие нос с эфирными маслами. Так, мам, пойдем дальше покажем. Что это? Бррр, хозяйственная часть. Вот тут. Такой совсем хозяйственный-хозяйственный отдел, вплоть до резиновых и тканевых перчаток. Маленькому пригодится. Различных освежителей воздуха для туалета, губок, носков. Полка с дезодорантами. А это очень распространенная в Таиланде cooling powder, то есть пудра специальная, которая обладает охлаждающим эффектом. Так, про пудру сказали. Пойдем еще вот сюда, мам. Это очень популярный отдел. Отдел косметики 7-11 тоже очень широкий, очень большой, потому что вообще, мне кажется, у Таиланде есть такая маленькая галочка, связанная с отбеливанием кожи. Они очень любят белую кожу, и они вообще, в принципе, очень много уделяют внимания уходу за собой. Иногда даже через тюрьму. Здесь мы можем увидеть различные помады и блески для губ, даже какую-то косметику в виде теней туши. И очень много разных кремов, в основном для отбеливания или от старости. Вот, например, один из самых популярных. Опять же, крем Кэтидо. Это корейская косметика, очень известная. Это отбеливающий крем за защитой от солнца SPF 50. Чаще всего мы пользуемся именно им, если хотим защититься от солнца. В чем преимущество 7-11? Это в том, что здесь можно всегда купить какое-нибудь средство в виде практически пробника. То, что вот у нас в журналах кладут, здесь это продает. Также тайцы очень любят все, что против прыщей, всякие клинсин-средства для лица. Потому что, возможно, здесь жарко и всегда пыльно, и всегда нужно следить за чисткой своего лица. Очень популярная марка. Падалаба. Это Natural Cleansing Powder, как вы можете увидеть. Тоже очень известная марка, которая пользуется популярностью. Это вот отдел всяких таких маленьких пробничков. Пойдем еще, мам, и еще про кое-что расскажем. Уход за зубами. Это тайцы тоже очень любят. У них везде обязательно продаются различные зубные щетки, зубные пасты. Натуральные и известные марки обязательно. Листерин. Это мужской отдел. Ой, мама, теперь пошли вошли покажем. Мой любимый отдел розовенький, который... Это самый любимый наш отдел. Всякие бьюти-аксессуары. Различные тампончики. И вот, например, для бровей выщипывалка. Всякие заколочки прикольные очень. Все для того, чтобы наносить косметику. Бигуди, расчески, бантики. Целый отдел порошков и прокладок, и моющих средств. Отдел для собак в 7-Eleven тоже есть. Да, но он, конечно, так сделает. Тут в основном самые распространенные марки местного корма и серии Smart Heart. Ну, а больше другого нет. Вообще поесть собаки нечего. Самый полезный корм, но если вот у вас случилась какая-то крайняя ситуация, и вам нужно покормить собаку, то вы всегда можете прийти в 7-Eleven. Еще несколько полочек для ухода за собой с различными шампунями, мылами. Иногда встречаются в 7-Eleven и какие-то натуральные такие чисто тайские мыла. Конечно же, отдел игрушек для детей. И техники, которая вам может пригодиться в дороге. Зарядки, компьютерные мыши, средства от комаров. Очень необходимая вещь в Таиланде. Да, комары здесь постоянно живут. Которые есть в разных вариациях, мазаться, брызгаться. Теперь на море их, кстати, гораздо меньше. Даже салфетки. Ну и хоть я собакой, мне ничего такого нельзя, но мы не сможем не показать вкусняшки. Пойдем, мам, да, покажем. Ну, а дальше идет всякие вкусности. Отдел с сосалками и всякими мармеладиками. Харибол. Всего 10 бат стоит упаковка. Чупсики. Вообще, если обратить внимание, отвитайцы очень любят что-то такое маленькое. Например, вот у них может стоить упаковочка, стоить 5 бат. И это будет просто какие-то несколько маленьких конфеток. Жвачки, сосалки и дик-таки. Местные шоколадки. В том числе, Риттер Спорт. Но они же это дорогие. Например, Риттер Спорт, Сникерс, Марс. И вот такие шоколадки. Они очень дорогие здесь, в Таиланде. Расскажи, просто они приводнее. То есть проще покупать местные. Мои любимые 3D-мишки. Я вообще обожаю мармелад. Это мармелад, у которого внутри такой как бы жидкий джем. Жалко мне с ними даже пробовать. Дел с хлебом и булочками. Говорить про него мы многое. Потому что эти булочки и хлеб не вкусные. В основном это такие дешевого производства сладости. Еще очень тайцы любят вот такой вот простой такой бисквит. Самое нелюбимое у меня в наших тортах российских, это вот этот бисквит, из которого тайцы делают все, все сладости. Это отдел с вкусностями для тайцев, что называется. Всякие странные штуки. Здесь уже не шоколадки, сникерсы, фрутелла, а именно что-то такое тайское. Например, дуриановые чипсы. Тот, кто пробовал дуриан, знает, что это такое. Также тайцы очень любят всякие снайки из бобов с солью, орешков, наши казинаки. Во всех вариантах, из кишьюнатов, кунжута, черного кунжута, пинната. Это дуриановый кейк, сто процентов. Давай мы вам еще что-нибудь покажем, как там мало вам рассказали про еду. Ну, это отдел всяких баночных продуктов. Например, мед, кокосовое молоко, консервы, соевый соус, уксус, рыбный соус и другие тайские вот такие бутылочные вещи. Масло растительное, приправы, килька в томатной пасте. Ну, в смысле анчоус и рыбка. Мам, еще надо про напитки рассказать, они же очень любят пить. Это целый огромный отдел соевого молока разных видов молочка и молочных коктейлей. Крупы и сахар. Отдел с кофе с 7-Eleven, это в основном отдел с растворением кофе. Ну, еще, конечно же, здесь есть чаи для похудения и имбирный чай. Тайцы любят бич-пакеты, потому что это лапша, а лапша это вкусно. Целый отдел бич-пакеты. И еще бич-пакеты. Бич-пакеты и вино. Вот еще в Таиланде, даже без холодильника, продаются вот такие сэндвичи в 7-Eleven. Конечно же, могу себе представить, из чего они сделаны. Мой мама одновременно сказали. Из того же сделаны, в принципе, и вот эти вот сладости наверху. А вот отдел сладостей для иностранцев. Hershey's, Riches, Bueno, Mars, Twix, M&M's, KitKat. Кстати, здесь вот есть свои какие-то адаптированные фишки, такие как KitKat с зеленым чаем. Пока девочки гуляют по магазинам, музыкальная минутка. Что такое рэп? Это настоящий бит. Что такое рэп? Это настоящий бит. В каждом он из нас звучит. Тима, Тиме, слушай и читай со мной Будь как настоящий, настоящий рэп-герой Мою позу принимай, рэп давай со мной читай Мою позу принимай, рэп давай со мной читай Баба-дам, бум-бум, Тима, Тиме, слушай Баба-дам, бум-бум, бибера бросай Руки выше поднимай Мою позу принимай, рэп давай со мной читай Еще один отдел различных косметических средств Зубных паст, гелий для душа Это более натуральные представлены здесь версии Вот, например, зубной порошок, шампуни и скрабы на траву А здесь целая полка Джонсонс Б, Беневея и Вазелина Обязательно открытки для туристов и солнечные очки Замороженные продукты, целый холодильник с готовыми блюдами тайской кухни Только еды неужели это кто-то все съедает в виде заморозки А вот это вот у нас идут сосиски местных тайских марок А также различные булочки Бургеры, бутеры, мясные шарики Котлетки, пирожочки, сэндвичи, снеки Вареные яйца, готовая еда, которую можно подогреть прямо в магазине Это отдел всяких различных йогуртов, каких-то десертов В основном они на каком-нибудь соевом молоке И очень часто они такого вот желейного вида Я обожаю все, что в виде желей и мармелада Например, это кокосовое молоко с пандановыми кусочками Еще в Таиланде очень распространено черное желе Оно делается из водорослей и заливается сахарным сиропом Это такая вот кокосовая вода с кусочками фруктов А это очень вкусное желе из личи Конечно же, оно, наверное, не настоящее Потому что стоит 10 бат с личиевым просто вкусом Но это нереальная вкусная вещь Мы называем ее мыло Потому что оно выглядит как мыло И ощущение, когда ты ешь, что оно немножко мыльное Кукурузка А вот это вот очень клевая штука Это молоко, кислое молоко Мы так и не понимаем, что это значит Потому что, когда читаешь, что это Это ферментед милк Очень вкусно Жаль, мне не попробовать Как мы уже сказали, в Таиланде Очень много вот таких вот Маленьких упаковок Все можно купить в мини-размере И снова напитки, напитки, напитки Жидкие напитки Это соевое молоко А вот здесь иногда есть такие даже истории Что приходишь к врачу в Таиланде А он говорит, выписывает витамины И отправляет не в аптеку, а в 7-11 Потому что в 7-11 очень много всяких таких вот штук Маленьких бутылочек с витаминными комплексами Отдел с туристическими сувенирами Неинтересный Как вы можете заметить, очень много сладостей в 7-11 Потому что тайцы уже подсажены на сахар Еще чисто тайская фишка Это чипсы водорослевые То есть вот они очень любят все водорослевое А еще всякие кальмары, рыбки Всякие другие вонючки И снова напитки, представленные в самых разных вариациях Жидкая вода, вкусная очень, с кусочками желе А есть еще вот такое вот жидкое желе Мы очень часто его покупали Очень вкусное Сейчас, по-моему, в России тоже уже стали такие делать Снова напитки, напитки, напитки Соки, зеленые чаи Круто, мама, еще покажи, сколько тут всяких снеков Снова целый отдел снеков Орешков, семечек и всяких бобов И всего-всего-всего-всего солененького С другой стороны мы видим разные самые чипсы Чипсов тоже представлен, очень широкий выбор И снова холодильник с напитками Вот так какой-нибудь человек может прийти и сесть в угол и посидеть в кондиционере Зеленая и красная фанта Тайский лейс Ой, я знаю, мам, про что надо рассказать Про то, что здесь можно попить, купить и подогреть, заказать, да? Ну давай, расскажем про это Ну расскажи, мам! А еще очень классная фишка в Таиланде, что здесь можно взять и прямо в магазине купить стакан себе по размеру и купить напиток какой-нибудь, признанительно положив в него лёд Для напитков можно выбрать кофе, какао, оранжевый чай и еще какой-то напиток Оранжевый чай это тайский чай, зеленый это китайский Ну мы возьмем, наверное, какой-нибудь латте Скорее всего это все-таки растворимый кофе, не натуральный Но все же это тоже очень интересный момент Вот, например, вы куда-нибудь едете или идете и у вас нет времени Вы можете выпить чай или кофе или съездить пакет, прямо сделав его здесь Положив лед или заказав на кассе подогреть Вот здесь можно попить горячего на скафе Вот такой вот достаточно большой магазин 7-11, в котором есть все, что вы захватите Начиная от еды и заканчивая подогретыми сочистками специально для вас Порезанными и вставлена в них палочка, чтобы их просто кушать в меру хранить А также всякая косметика и хозяйственные штуки Это очень удобно, на самом деле, когда есть какие-то такие магазины, где можно купить все А вот они самые сосисочки, которые греются Сосисочки Смотри, как они там замачивали, лежат Это же софийцы Мама, еще покажи, что ты купила? Мы купили две вот таких желешки, налили кофе Увлажняющий гель Вот такие вот мармеладки Лосьон для умывания Зубные щетки И вот такая вот вешалка На кассе продают тоже всякие вкусности, как бы в дорогу Здесь можно оплачивать карточками Чупа-чупсики Различный алкоголь Сигареты Обязательно зонтики или дождевики, чтобы ездить на байках Ну и вообще На выходе из 7-11 всегда есть вот такая полка, на которой лежит всякая мелочь Ну, в общем, удобный и очень полезный магазин 7-11 Особенно для туристов Найти можно все Ну, все, мам, пошли, я тебя жду Софиша, Софиша Вот вы и узнали, что такое 7-11 Вот мы едем по своей маленькой дорожке домой Спасибо большое вам за внимание, дорогие Софийцы Подписывайтесь на наш канал Вступайте в нашу группу ВКонтакте И будет вам счастье! Море сегодня немного получше Но еще не совсем Поэтому мы пока ждем Я там песню записывала Какую песню просил соседа снять? Музыкальную минутку Хорошо, Иван, обязательно вставлю твою музыкальную минутку Да, вставь вот так Я там делаю вот так Так я делаю Молодец, здорово Вот так делаю я и бою Ладно? Ладно Ладно, ладно Е, ага, а, а Руки Пыша поднимает Е Субтитры сделал DimaTorzok